Расскажите о роли в фильме, как работалось на площадке и близок к такой жанре, как катастрофа в фильме, реальные события. Я в ходе пресс-конференции в режиме вопрос-ответ понял, что мы придумали новый жанр, бытовой сасперс. Это когда все максимально приближено к жизни, нет никакого излишнего пафоса, нет никаких раскрасок, гипертрофий. И в то же время ты смотришь действительно кино про простых людей, таких же, как мы с вами, и герой, во-первых, живой во всех смыслах этого слова. Во-первых, он жив, не как в фильме «Храброе сердце». Во-вторых, очень интересно, когда прототип главного героя не где-то там дает интервью из своей квартиры, ему там 95 лет, он такой дедушка с большой бородой. А когда вот тот самый пилот, тот самый первый пилот, тот самый Дамир Гюрсухов фактически был консультантом на съемочной площадке. Человек, который, он одновременно был везде. Вот если кто-то что-то немножко неправильно делал, неправильно тут же появлялся за спиной Дамир, и очень тихо, присущий ему манере, он очень спокойный, очень интеллигентный, очень такой, как бы, выдержанный, очень такой правильно размеренный молодой, молодой мужчина. И Дамир тут же подсказывал, шепотом, секундочку, очень ненавязчиво, очень аккуратно. То есть он фактически был как консультантом, но это очень круто, когда ты в какой-то момент уже начинаешь относиться к нему как к консультанту, и вдруг так сам одергиваешь себя и понимаешь, что ты разговариваешь вот с человеком, про которого мы снимаем этот пилот. Это незабываемое ощущение. На вас сильно влияют персонажи, которых вы играете? Нет, больше я на них влияю, мне кажется. персонажи, потому что все-таки я из той плеяды, ну, это, может, громко сказано, из того поколения, что ли, еще артистов, которые все-таки... Кино — это искусство типажа, все-таки, и монтажа. Когда берут артиста, и вот, когда начинают отделять персонажа от артиста, это немножко странно, если, конечно, человек не играет как раз-таки реального персонажа, что вот в нашем случае, в случае с «На солнце вдоль рядов кукурузы», когда начинают говорить вдруг, ну, это как разделять душу и тело, это то же самое, то есть, ну, как бы, фактически, артист — это и есть персонаж, который исполнил эту роль, и мы, как зрители, получаем на выходе этот продукт. Ну, это все, это один человек. Так что, вот. Как вы решаете, где сниматься? Я вам честно скажу, я, к сожалению, еще не достиг таких высот, чтобы решать, где сниматься. Это не говорит о том, что я соглашаюсь на любое-любое-любое-любое предложение, но, в принципе, я себя всегда считал достаточно работящим, когда не был каким-то королем, премьером, вот, каким-то номер один, мой почтовый ящик не завален, какими-то бесконечными количествами сценариев, от которых я бесконечно отказывался. То есть, я всегда подхожу к любой работе. Я пытаюсь себе внушить, что ты должен с собой, своей работой украсить любой проект. Ты должен не то что, просто не навредить съемочной группе, процессу, режиссеру, автору сценария. Ты должен помочь, и вместе мы должны сделать этот проект лучше. Как-то так. О каком происхождении? О своем? О том, что я рассказал? Да. Ну, как, я узнал, как-то так просто получилось, что у меня дедушка, польский еврей такой, настоящий, ашкеназ, да, Веркович Давид Айзикович, да, да, да. Я не застал его в живых, он умер до моего рождения совсем не за долго, он, главное, ветеран Великой Отечественной войны. И когда я видел его фотографии, я, ну, как бы, то есть, я понял, какие на самом деле, какие все разные, какие люди в совершенно разных национальностях, все совершенно разные люди. Потому что мой дедушка Додик, ну, Давид, он прям такой, с такими острыми чертами лица, с такими ушами торчащими, такими вот, с таким острым носом. И вот, ну, такой вот, да, я вот становлюсь с возрастом на него похожим, что мне стало очень нравится, ну, как-то мне таком приятно. Так что вот так. Спасибо большое. Пожалуйста.